привет друзья привет из леса мы сегодня в нашем ролике продолжаем цикл видео про то как выжить в лесу выжить в экстренной ситуации когда у вас нет запасов ни еды ни воды ничего бы то ни было еще есть только вы ваши руки ноги и нож итак первый совет если вы перемещаетесь по лесу и слышите какой-то шорох вам краем глаза что-то показалось мелькнуло или есть ощущение что кто-то за вами следит аккуратненько останавливаемся присаживаемся за деревце и смотрим а кто же это вас спасет и не шумим и сидим бывает в лесу леший какие-то видения насылает самое главное все-таки прислушаться затихнуть и не плевать на это на эти вещи не надо плевать лес это вам не шутки ребят если никого рядом нет встаете идете дальше но берете паузу и смотрите во все стороны птицы поют значит все хорошо угроза миновала можно идти дальше запомните этот совет шорох тень хруст веток шум затихли спрятались и еле-еле дышите все хорошо я судя по всему своим голосом и грозным видом распугал тех кто здесь мог быть следующий полезный совет если даже у вас с собой есть рюкзачок есть водичка бутылочка и вам кажется что все по кайфу и вы идете и вдруг увидели валяется какая-то пустая бутылка пластиковая стеклянная то есть ну неважно если она относительно прям дерьмом не забита берите бутылку вас тара для воды потому что вы по лесу можете бродить несколько дней и ваша маленькая пол литровая бутылочка через пару часов закончится но натолкнувшись на лесной ручей вы сможете воду набрать и у вас воды будет большой запас а там где вода там жизнь на воде вы несколько дней можете ломиться через лесную чащу без воды вывод под этим выворотнем на хрен свалитесь и останетесь здесь лежать честно говорю нашли тару берите с собой чистим лес спасаем жизнь и будет у вас дополнительный запас воды если вам повезет найти лесной ручей следующий совет друзья клещи по весне очень опасно они летом и осенью опасно на весной беспредельно опасны старайтесь когда перемещаетесь по лесу идти по низкой траве если видите поляну обходите ее стороной держитесь ближе к деревьям я вот пока чтобы до этого леса дойти снял себя уже штук 5 клещей 5 за 15 минут в лесу пока я хожу по вот этой низкой траве ни одного клеща я не цепану а клещи ребята это опасно это очень серьезно моя собака тому подтверждение он бедняга похудел он не ел несколько дней я кормил его из шприца чтобы геннадий герой одного из моих роликов выжил и он выжил потому что у него четкий хозяин который знает что клещей нужно бояться и даже меня это беда не миновало мою собаку зацепили эти проклятые клещи прямо около дома а в лесу или на лесных полянах с высокой травой с огромной вероятностью вы их зацепите поэтому с клещами шутки плохи обходите высокую траву запомнили повторяйте следующий момент уважаемые идете по лесу ну благо здесь лес экологически чисто здесь ничего такого нет нашли какую-то резиновую херню или пластик можете принципе зацепить собой сейчас лес влажный сегодня прошел дождь я вот из этих дров нифига не разожгу мне захочется в ночь погреться я захочу ну переночевать в лесу хотя бы до чтобы отпугнуть зверей мне нужен костер резина и пластик горят долго воняют зверей отпугнуть поэтому это не мусор это ваше спасение покрышка кандид велосипеда берите она будет долго гореть долго поддерживать огонь она в любом случае загорится даже если сырая отличие от этого всего валежника лесная мощь свежий воздух придает мне сил в лес нужно ходить но осторожно завалили дерево не взять такой мощный это просто я такой сильный вы конечно же такое не завалите сразу вам говорю что то попроще и можете личиночки поковырять поискать я в прошлом ролике про это вам рассказывал я не люблю личинки не очень хочу искать и на самом деле я сейчас недавно поел но вот в такой трухе видите она вся изъедена здесь сто процентов есть личинки но от вижу пришли муравьи они по ходу этих личинок уже всех поперебили ладно не суть идете в лес если вы не один носите с собой свисток всего лишь 100 рублей но вы можете большую площадь вдвоем охватить то есть если вас двое не обязательно идти по лесу за ручку если вы потерялись вы можете идти параллельно друг другу в нескольких десятках метров тогда в два раза увеличивается шанс увидеть опушку край леса и вырваться из него и выжить а свисток много не весит и много не стоит он поможет вам перекликаться друг другом и все проблема решена не надо орать ау особенно когда у вас пересохло во рту и сил уже нет но самая главная функция этого свистка пугать зверьёх если вы чувствуете что опасность рядом и что вы не готовы с ней биться и вам страшно все все разбегутся нафиг мне самому стало страшно пока я свистел я хочу убежать из этого леса но благо это я свищу свистю они кто-то еще хорошая вещь возможно спасет вам жизнь пришел момент вечереет темнеет вам страшно вы не выбрались из леса и стоит вопрос о ночевке в этом лесу что же делать как выбрать место где ночевать строй шалаш какую-нибудь там халабуду и ну короче ребята точнее фигня и не вариант но последние силы потратите я про это вам ранее говорил находите вот такую кучку с валежником лучше более такой мощный бурелом но пусть будет так как я вам просто для примера и куда-нибудь сюда и видимость здесь вот обустраивать и сделайте себе гнездышко получается за счет того что есть валежник к вам бесшумно никто не прокрадется по-любому будет хрустеть ветка ну и как бы лось не сможет вас там ободнуть копытом дать у него будут определенные преграды на пути поэтому выбираемся в берлогу и лежим там но сначала проверяйте конечно чтоб там кто-то до вас не засел а то можно еще и побороться за жилье ночуем в валежнике следующий момент наступило утро вы живы все хорошо кушать хочется кушать нечего что делать у вас нож ну с ножом сами понимаете бегать за животными то еще как бы то еще приключения не вариант ищем какую-нибудь молоденькое деревца я не буду искать молоденькая я просто для примера берем противно делаем копье только по длине и конечно я вам просто образно показать но это как фигня не копьё но тем не менее ножом затачиваем уж то копье которое тупое это дубина а дубина тяжелая ее носить точим точим и точим но что палата подточить ладно позаточили ну поострее делаем я сейчас не буду я не охоте сюда пришел просто показать короче вот вот ваше копье только большое делаем услышали лягушку хера готова крыса посмотрите на рада по-любому там крыса сидит шулудин шулудин она это узкать не красную ломавка пьет ничего смешного это к тому что копье надо делать из нормального материала не зато говна ладно ребята у меня поняли нож это хорошо но копье лучше копье позволит вам держать на дистанции ваших противников никакой лось или еще какой-нибудь зверь к вам даже если подойдет вы его сможете ткнуть а нож это уже понимаете рукопашка практически то есть замес фиг вы знаете кто победит вы или это косуля может косуля вас давали сил у вас уже мало будет нагребаться на саркасцифе и на прочем подножном корме сил не то что у меня сейчас я сейчас бутербродов наелся весь такой бодрый а на лесных грязных грибочках то вот такой будет ходить здесь поэтому копье можно использовать как трость опираться и шурудить в тех же самых норах выгонять зверьё и прям его колите и все у вас есть еда есть белок есть калории энергия если вы бродите по лесу блуждаете то в лесу хозяин леса леший иногда наводит смуту на вашу голову и вы начинаете ходить кругами и иногда идете вам кажется что вы уже здесь были но чтобы такого не было слова кажется берете уважен нож и делаете меточку какую-нибудь на дереве это есть какая-то херня стоит скребаем отсюда к выливаем так делаем какой-нибудь крестик вот смотрите ну то сразу понятно лось крестом не едят все у вас уже метка сейчас я тут почищу опа поняли метка нормально то есть уже вы сверитесь были вы здесь или нет ну что ж друзья надеюсь мои советы вам никогда не пригодятся но вы все-таки их запомните пусть они у вас в подкорке мозга отложатся и если уж грянет час и произойдет какое-то событие эти советы помогут вам выжить увидимся в других роликах не забываем прожать лайк а лучше еще и подписаться а еще посмотреть мои другие ролики и старые новые всякие все смотрите все не только про лес и про путешествие подписывайтесь и до скорых встреч друзья увидимся да прибудет с вами сила леса пока субтитры сделал DimaTorzok